В одном случае трёхугольник, внутри которого центр окружности. В другом случае у вас четырёхугольник, тоже вписанный в окружность. Но центр окружности вне этого четырёхугольника. Поехали. А, Б, С, Д, О. Здесь тоже самое. Докажите следующее равенство. Надо доказать фактически, что сумма углов А и С равна сумме углов В, В, А, Д и В, С, Д это то же самое, что А, В, С и А, Д, С. Провели радиусы. И что у нас в одних классах? Равнобедренный треугольник. Весь четырёхугольник разрезаем на четыре равнобедренных. Что дальше? Углы равны. Углы равны, да. Давайте. Вот это будут углы Альфа, это Б, это Г, а вот это Д. Будьте добры, выписать, что такое угол А, угол С, угол В и угол Д через вот эти вот альфа, бета, гамма и дельта. Альфа плюс дельта, правильно. Угол С это что такое? Угол С это бета плюс гамма. Да. Бета плюс гамма. Угол В это что такое? Угол В это у нас А плюс гамма. Да. И наконец угол Д. Это у нас дельта плюс гамма. Дельта плюс гамма. А теперь почему А плюс С то же самое, что В плюс дельта? Угол С это, ну, получается, сумма альфа, дельта, бета и гамма. Да. Угол В и угол Д это та же самая зона. Все его ходят? Да. Спасибо. Ну что, половину задачи вы решили. Если центр окружности лежит внутри четырехугольника, то у нас все получилось. Сейчас нужно, ну, почти так же, решить задачу, какое дополнительное построение мы сейчас должны сделать, когда точка О лежит вне четырехугольника. На самом деле все должно быть так же, с небольшими изменениями. Построение тоже, только будет не сумма в одном месте. Надо делать то же самое с небольшим изменением. Вы должны на левой картинке провести эти самые радиусы. Они, собственно, такие же, как на правом. Это что такое радиусы? Это отрезки О, А, О, Б, О, С и О, Д. Да. Отлично. Дальше. Да, да, да. Все это накрыли. Дальше смотрите, что у нас есть. Вот вспоминай. Что такое по определению угол альфа? Это угол Б, А, О. Так здесь тоже такой есть. Угол Б, А, О. Вот этот вот весь этот угол альфа. Дальше. Что такое угол Б? Это угол О, Б, С. Понятная идея? Что такое гамма? Это угол О, С, Д. И, наконец, что такое дельта? Это О, Д, А. То есть, что такое альфа, бета, гамма, дельта? Все остается. Угол А четырехугольника. Как выражается через альфа, бета, гамма, дельта? Угол А. Да. Вот посмотрите, пожалуйста, что было здесь. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. А это было альфа плюс дельта. Замечательно. Теперь посмотрите на одну дуру. Что такое альфа, что такое дельта? Угол Б, А, О. Это альфа. Так? Сумма углов Б, А, Д и Д, А, О. Это есть тоже альфа. Так? Вы хотите сейчас найти угол Б, А, Д. Посмотрите, пожалуйста. На верхнюю строчку. Которую вы хотите получить, это вот это. Б, А, альфа минус дельта. Видите вы, что это правда или нет? Например, что угол четырехугольника, это и есть разность этих углов. Угол С. Он чему равен? Для начала, что такое угол С? Это если подробно, это угол Б, С, Д. Вот он. Б, С, Д. А вот это уже просто как на правой картинке. Подойдите сюда, посмотрите. Ребята, умение рассуждать по аналогии очень важно. Если мы только что сделали это на правой картинке, Б, С, Д. И это правда. Действительно, Б, С, Д. Чему это должно равняться? Сумма углов Б и Д. Угол А, Д, С. Да. Угол А, Б, С. Это что такое? И, наконец, угол Д. Нет, переписывать нельзя. Потому что здесь опять фокус с тем, что что-то чуть-чуть не так. Угол Д, это на самом деле угол А, Д, С. Это похоже на угол А. Дельта меньше, чем гамма. Дельта, это вот этот угол, О, Д, А. Вот этот угол вы обозначили буквой Дельта. А у вас гамма, это был вот этот большой угол, О, Д, С. Так чему же район углу Дельта? Гамма минус. Отлично. Да? Гамма минус Дельта. И теперь смотрите, что вы хотите узнать? Вы хотите узнать, что сумма вот этих величин равна сумме вот этих. Альфа плюс бета плюс гамма минус Дельта. Равно или не равно? Те же самые четыре буквы, только перед Дельта стоит минус.